Для Сипербия Кирейтова это первый опыт участия в подобного рода семинаре. Он признается, что для него, как для студента Исламского института, это уникальная возможность обогатить свои знания в области религии, а лекции представителей духовенства для него как свежий глоток воздуха. «Знаний много не бывает, и учиться никогда не рано и не поздно», — говорит Сипербий. Сейчас он на первом курсе и не собирается останавливаться на пути познания религии. «Много полезного, много нового я услышал. И для людей, которые слышат об Исламе только плохое, это открытие понимания Ислама, Ислам — религия мира, религия добра. И чтобы люди знали об этом, слышали, видели на примерах, что Ислам — это мир. Ислам — очень чистая, прозрачная религия. И этого должно хватать людям для того, чтобы они становились ближе к Исламу, воспринимали Ислам по-другому». Основной посыл этого семинара — это духовно-нравственное воспитание молодёжи, погружение в особенности государственной и национальной политики, обсуждение вопросов исламской этики в современных реалиях, профилактика экстремизма и развитие эмоционального интеллекта и лидерства. Помимо этого, на семинаре подняли острую тему распространения фейков в интернете. Провели лекцию, чтобы научить молодёжь развивать критическое мышление и не верить всему, что циркулирует на просторах сети. «Религия сама по себе не является загробным учением. Религия — это жизнь. Во-первых, в первую очередь, Аллах говорит, когда вы просите благи этого мира сначала, а потом благи того света. Поэтому мусульманин должен иметь место в этом мире и пользоваться благами, и также быть примером для остальных, примером подражания. Поэтому мы хотим это донести до наших студентов, и благодаря вот таких собраний и опытных людей, которые будут участвовать здесь, они будут делиться своими опытами, и будем, конечно, брать пользу от них». Такие семинары уже прошли в Чеченской республике, в Дагестане и Ингушетии. Также организаторами планируется провести их в ближайшее время в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Следует отметить, что на семинаре выступают спикеры не только религиозного, но и светского направления. Организаторы также подразумевают проведение конкурсов в рамках социального проектирования, за который можно получить грант в размере 60 тысяч рублей. «Проводя семинары подобного рода, ты получаешь некое душевное умиротворение, потому что то, что ты делаешь, помогает не потеряться людям, которые немножко младше тебя. И ты на своём опыте понимаешь, что опытный наставник, человек, который может тебя потолкнуть куда-то, поспособствовать тому, чтобы твои идеи осуществились, но это стоит того. То есть я получаю от этого удовольствия именно то, что мы можем сделать что-то полезное для ребят». Данный проект на территории всего Северного Кавказа успешно реализуется уже на протяжении трёх лет. У нас же на территории Черкесска он проводится в первый раз, но уже нашёл положительный отклик у студентов, поэтому здесь планируют ещё не раз повторить этот опыт.